Каждые сутки на Кавминводские очистные сооружения поступают около 178 тысяч кубометров сточных вод, при их плановой мощности всего в 170 тысяч. Сооружения, запущенные в 1986 году, сейчас работают почти на грани производительности, и это в особо охраняемой природной зоне. Улучшить водоотведение на КМВ может модернизация очистных и увеличение мощности на 50%. Первая очередь реконструкции, цех механического обезвоживания, построен и запущен в 2015-м. А без зараживания теперь происходит не хлором, а только ультрафиолетом. Основной показатель должен быть прозрачность воды. Так как наше сооружение построено с учетом доочистки, это, можно сказать, уникальное. На юге России других таких нет сооружений, которые с доочисткой. И у нас посвешены 3,2 миллиграмма на литр. То есть мы по многим показателям воду ощущаем, да, стандартно, можно сказать, питьевой воды. Буквально в 10 метрах отсюда вода проходит последнюю финальную обработку. Это обеззараживание ультрафиолетом, после чего поступает сюда. Вода здесь настолько чистая, что с мая 2016 года здесь живет настоящий карп. Впрочем, износ, нехватка мощности и резервов существующих сетей – это не единственные тревожные моменты. Неприятный запах приносит неудобства жителям и может стать реальной проблемой для привлекательности курортов Камминвод. Эту ситуацию на выездном совещании в Пятигорске обсудили краевые законодатели. Виновник совершенно не курортных ароматов – быстрая агломерация региона КМВ. Очистка и технология исполняются в полном объеме. Запах от открытых полигонов хранения илового осадка был и будет. Вопрос в том, что этот полигон близко находится к курортной зоне. Решить его можно переносом полигона. К слову, водой курортный регион питается из трех основных источников – Малкинского, Эшкаконского и Кубанского водоводов. Возможности и резервов тоже не хватает. В будущем году разрешения на новые подключения могут быть под вопросом, уточнил глава ЖКХ региона. Выход и здесь только модернизация. Причем своими силами крайне справятся. Требуются федеральные средства. Требуемый объем финансирования составляет более 4 миллиардов рублей. В текущем году планируется завершить проектные работы по второй очереди указанного объекта и направить проект на государственную экспертизу. В связи с высокой социальной значимостью и значительным объемом требуемого финансирования считаем необходимым привлечение средств федерального бюджета для продолжения работ по реконструкции ОСК. Крайводоканал обслуживает более полутора миллионов жителей края и почти 5000 километров труб в регионе. Ветхие коммуникации постепенно меняют, однако решение требуют и другие позиции. Нужна качественная вода в достаточном объеме, особенно в сельских территориях. В засушливые месяцы это происходит летом. Это одна из проблем. Еще есть такая проблема. Есть сети, которые муниципалы хотели бы передать Ставрополь. Крайводоканал, вот здесь не всегда у них есть взаимопонимание. Кроме того, при планировании строительства или ремонта коммунальных сетей, особо отметили законотворцы, нужно учитывать расширение региона Кавминвод. Ирина Ивановская, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение.